Евсевий Кисарийский. Церковная история. Клавдий еще управлял государством, когда в Иерусалиме на празднике Пасхи произошло такое восстание и такой мятеж, что из иудеев, силой пробивавшихся к выходу их из храма, 30 тысяч погибло, будучи растоптанно. Праздник обернулся горем для всего народа и плачем для каждого дома. Так рассказывает слово в слово Иосиф. Клавдий поставил царем иудеев Агриппу, сына Агриппы, а Феликса назначил прокуратором всей Самарии, Галилеи и еще так называемой Переей. Он управлял государством 13 лет и 8 месяцев и умер, оставив своим преемником Нерона. При Нероне, когда Феликс был прокуратором иудеи, между священниками начался раздор, как о том в 20 книге древности дословно пишет Иосиф Флавий. Первосвященники восстали на священников и первых людей среди населения Иерусалима. Каждый из них собрал вокруг себя дерзких людей, жаждавших переворота, и предводительствовал ими. Столкнувшись, они осыпали друг друга бранью, камнями. Не было ни одного человека, который положил бы этому конец. Произвол царил словно в городе, лишенном власти. Без стыдства и дерзость первосвященников дошли до того, что они смело посылали рабов нагубно забирать десятину, принадлежащую священникам. Случалось видеть обнищавших священников, которые умирали с голоду. Настолько насилие мятежников одолело всякую справедливость. Тот же писатель рассказывает, что в это время в Иерусалиме появился особый вид разбойников, которые, по его словам, среди белодняв и в центре города убивали встречных. Особенно по праздникам они вмешивались в толпу и, пряча под одеждой короткие мечи, пронзали ими тех, кто не был заодно с ними. Когда жертвы падали, убийцы присоединялись к негодующей толпе, почтенная внешность делала их неуловимыми. Сначала убили они первосвященника Иоанна Фана. После него ежедневно убивали многих. Тяжелее этих бедствий был страх. Каждый, словно на войне, все время ожидал смерти. Вслед за этим Иосиф добавляет. Еще большим ударом поразил иудеев египетский лжепророк. В страну прибыл некий чародей. Внушив веру в себя как пророка, он собрал около 30 тысяч обольщенных людей и привел их из пустыни на так называемую Елеонскую гору. Оттуда он мог силой захватить Иерусалим и уничтожил римский гарнизон, самозванно управлять народом с помощью своих воинов. Феликс предупредил это нападение, выйдя на встречу с римской пехотой. Весь народ встал на защиту. Произошло сражение. Египтянин бежал с немногими. Большинство его сообщников было убито или взято в плен. Так говорит Иосиф во второй книге Иудейской войны. Стоит добавить к этому рассказу о египтянине и рассказах в деяниях апостолов. Трибун, бывший при Феликсе в Иерусалиме, когда на Павла поднялась иерусалимская толпа, говорит ему. Не ты ли тот египтянин, который совсем недавно возмутил народ и вывел в пустыню 4000 сикариев? Такие события произошли при Феликсе. На смену ему Нерон послал в Феста. Перед ним Павел произнес свою защитительную речь и был в оковах отправлен в Рим. С ним был Аристарх, которого он в одном из своих посланий справедливо называет соузником. И Лука, написавший деяния апостолов, заключает свой рассказ сообщением, что Павел провел в Риме на свободе целых два года, беспрепятственно проповедуя Слово Божие. Затем, оправдавшись перед судом, апостол, говорят, отбыл на свое дело проповеди и вторично, придя в Рим, завершил жизнь мученичеством. Находясь в темнице, он составил второе послание к Тимофею, где говорит и о своей первой защите и о близкой кончине. Выслушай его собственное свидетельство. «При моей первой защите со мной никого не было. Все меня оставили. Да не зачтется им это. Но Господь был со мной и дал мне сил, чтобы проповедь моя была завершена в полноте. И ее услышали все народы. И я был избавлен от пасти львиной». Этими словами он ясно устанавливает, что первый раз избавился от пасти львиной апостол, по-видимому, называет так Нерона за его жестокость, дабы в полноте была завершена его проповедь. Ведь дальше он не добавляет ничего вроде «избавил меня от пасти львиной». Он видел в духе, что кончина его близка. Почему к словам «был избавлен от пасти львиной» добавляет «Господь избавит меня от всякого зла и спасет в своем Царстве Небесном», указывая на близкое мученичество. Еще яснее предсказывает, он его в том же послании, говоря «Я уже предложен в жертву, и время моего отшествия настало». Он говорит, что когда он писал второе послание к Тимофею, с ним был только один Лука, а при первой защите не было даже и его. Вероятно, Лука закончил деяние тем временем, когда он находился вместе с Павлом. Заметим, что мученичество Павла пришлось не на то пребывание его в Риме, о котором пишет Лука. Вероятно, в начале своего царствования Нерон был настроен более кротко и спокойно, выслушав защиту веры Павлом. Когда же он дошел до дерзких и беззаконных поступков, он наложил руку как на других, так и на апостола. Когда Павел потребовал Кесарева суда и отправил его в Рим, иудеи, потеряв надежду на исполнение своих замыслов против него, обратились против Иакова, брата Господня, которого апостолы возвели на епископский престол в Иерусалиме. Вот на что они осмелились против него. Приведя его на свое собрание, они потребовали, чтобы он перед всем народом отрекся от веры в Христа. Он же, вопреки общему ожиданию, произнес перед всей толпой смелую и свободную речь. Такой они не ожидали, исповедуя, что Спаситель и Владыка наш Иисус есть Сын Божий. Они не смогли перенести свидетельство этого человека, которого все за его совершенную жизнь, мудрую, благочестивую, считали праведником. Они убили его, воспользовавшись анархией. Фест в это самое время умер в Иудее. В стране были безначалия и беспорядок. О том, как скончался Иаков, имеются сведения о приведенном нами рассказе Климента. Его сбросили с крыла храма и забили до смерти скалкой. О том, что касается Иакова, точнейшим образом рассказывает Егезип, принадлежавший к первому послеапостольскому поколению. В шестой книге своих записок он говорит так. Брат Господин Иаков получил управление церковью вместе с апостолами. Все от времен Господа и до ныне называют его праведным. Имя Иакова носили ведь многие. Он был свят от чрева матери, не пил ни вина, ни пива, не вкушал мясной пищи. Бритва не касалась его головы, он не умощался елеем и не ходил в баню. Ему одному было дозволено входить во святая святых. Одежду носил он не шерстяную, а льняную. Он входил в храм один, и его находили стоящим на коленях и молящихся о прощении всего народа. Колени его стали мозолистыми, словно у верблюда, потому что он всегда молился на коленях и просил прощения народу. За свою великую праведность он был прозван праведным и овлием. Слово это означает в переводе ограда народа и праведность, так и говорили о нем пророки. Некоторые из семи сект, существовавших в народе и выше мною упомянутых в записках, спрашивали у Иакова, что такое дверь Иисуса. И он отвечал им, что Иисус есть Спаситель. Некоторые из них уверовали, что Иисус есть Христос. А высшие названные секты не верили ни в воскресение Христа, ни в то, что он придет воздать каждому по делам его. Кто же поверил, тот обязан этим Иакову. Так как уверовали многие, даже из властей, то иудеи пришли в смятение. Книжники и фарисеи стали говорить, что так, пожалуй, весь народ будет ожидать в Иисусе Христа. Все вместе пошли к Иакову и сказали ему, просим тебя, удержи народ. Он заблуждается, думая, что Иисус и есть Христос. Просим тебя, вразуми всех, кто придет в день Пасхи, относительно Иисуса. Тебе мы все доверяем. Мы и весь народ свидетельствуем о тебе, что ты праведен и невзираешь на лица. Убеди толпу, пусть не заблуждаются об Иисусе. И весь народ и все мы послушаем тебя. Стань на крыло храма, чтобы тебя видели, и чтобы слова твои хорошо слышал весь народ. Ведь на Пасху собираются все колена, а с ними и язычники. Упомянутые книжники и фарисеи поставили Иакова на крыло храма и закричали праведный. Мы все обязаны тебе доверять. Народ в заблуждении об Иисусе распятом. Объяви нам, что это за дверь Иисуса. И ответил он громким голосом. Что спрашиваете меня о Сыне Человеческом? Он восседает на небе одесную великой силы и придет на облаках небесных. Многие вполне убедились и прославили свидетельство Иакова, говоря, «Ассана сыну Давидову». Тогда книжники и фарисеи стали говорить друг другу, «Худо мы сделали, позволив дать такое свидетельство об Иисусе. Поднимемся и сбросим его, чтобы устрашились и не поверили ему». И они закричали, «О, и праведный в заблуждении!» Они исполнили напитанное у Исаии. «Уберем праведного, он для нас вреден, они вкусят плоды дел своих». Они поднялись и сбросили праведника, и говорили друг другу, «Побьем камнями Иакова праведного!» И стали бросать в него камнями. Так как сброшенный вниз, он не умер, но повернувшись, стал на колени, говоря, «Господи, Боже, отче, молю тебя, отпусти им, ибо не знают, что делают». Когда в него так бросали камнями, один из священников и сыновей Рихава, сына Рихавима, о ком свидетельствовал пророк Иеремия, закричал, «Остановитесь, что вы делаете? Молится за вас праведник!» Кто-то из них, какой-то сукончик, ударил праведника по голове скалкой, употребляемой в его деле. Иаков мученически скончался, его похоронили на том же месте возле храма. Стела это и до ныне возле храма. Он правдиво засвидетельствовал и иудеям, и грекам, что Иисус есть Христос. Вскоре Веспасиан осадил их. Вот рассказ Егезипа пространный и с климентом согласный. Иаков был человеком настолько удивительным и праведностью во всем было так известно, что разумные люди из Иудеев сочли дерзостное преступление, над ним совершенное, причиной осады Иерусалима, последовавшей сразу после его мученической кончины. Иосиф не усомнился письменно засвидетельствовать об этом. Вот его подлинные слова. Это случилось с иудеями в наказание за Иакова праведного, брата Иисуса, называемого Христом, ибо его человека, праведнейшего, иудеи убили. О смерти его так рассказывают в 20-й книге своих древностей. Кесарь, узнав о смерти Феста, послал прокуратором иудеи Альбина. Анан, младший, о котором мы говорили, что он получил первосвященство, человек смелый и выделявшийся своей дерзостью, принадлежал к секте Саддукеев, чей суд, как мы показали, еще более жесток, чем всякий иудейский суд. Анан, таким уж он был человеком, счел время для себя удобным. Фест умер, Альбин еще в пути. Созвал Синедрион, представил ему брата Иисуса, называемого Христом, именем Иакова, и еще некоторых обвиняемых им в нарушении закона. Постановлено было побить их камнями. Из горожан люди, более умеренные и лучше осведомленные в законе, тяжело переживали этот приговор и тайно отправили к императору послов, прося запретить Анану подобные действия и сказать ему, что и вначале поступал он неправильно. Некоторые же вышли навстречу Альбину, направлявшемуся из Александрии, и объяснили ему, что Анану не дозволено созывать Синедрион без разрешения прокуратора. Альбин, убежденный их словами, написал Анану гневное письмо, грозя ему темницей. Царь же Агриппа лишил его первосвященнического сана, который он носил три месяца, и постановил вместо него Иисуса, сына Домеева. Вот что касается Иакова, которому принадлежит первое из так называемых соборных посланий. Следует знать, однако, что оно подложено, из древних его упоминают немногие. Также и так называемая Иудина, одно из семи называемых соборными. Мы знаем, однако, что их вместе с прочими всенародно читают во многих церквах.